Всем привет! Прежде чем приступить к обзору, хочу выразить свою отдельную благодарность зрителям, которые проявляют активность на канале. Подписываясь, оставляя свои комментарии и ставя лайки. Обзор будет на видео санвела. Ну и народ! Надя начала ломать комедию. А она когда-то заканчивала ее ломать? Сколько я знаю Надю, она ее все время только ломает. Итак, тяжелая неказиста жизни вот такого вот артиста. Советы его раздражают зрители, которые написали, что надо дать Зине денег. И он говорит, я вот там прикрепил PayPal вот туда с пометочкой для Зины и отправляйте деньги, раз вы считаете нужным, что ей эти деньги нужны. Здрасте вам, пожалуйста. Значит, супы варить и помогать она будет вам и вашей маме, а отправлять ей деньги будут зрители. Так что ли по-вашему получается? Оригинальненько. И хочется спросить, а много ли его мама кому-либо помогла? А сам Самвел пока не раскрутился. Часто ли и много ли он кому-либо помогал? Нет, я такого не помню. Не было такого. Да и сейчас, если уж прям честно сказать, не особо-то он и размахнулся кому-то оказать какую-то помощь. Так что не надо ля-ля. Ой, продолжает Самвел. Ну, раз Зина так хорошо готовит, может быть, мне на ней жениться? А она согласна сменить пол? Хм, надо же. Говорит дальше. Да мне нас, нас, раз ему. Что зрители считают, как надо называть Зину? По отчеству, на вы или на ты? Да ради бога, по большому счёту. Ну, называй ты, по идее, как хочешь. Мы все прекрасно знаем, как вас мамка не воспитывала. Поэтому сейчас что-то там объяснять, как надо. Дохлый номер. Баба Таня в очередной раз попалась на горячем. Да ещё и как красиво. Идут они с Зиной по магазину. Она орёт. Ходить надо, а не сидеть. Это она про Надю, представляете? Вот Надюха сейчас посмотрит и всё это услышит. Вот оно, всё отношение. Поэтому не надо вот этих вот разговоров и вопросов глупых. Надя, вот спроси у мамы, рада она, что ты тут с ней сидишь или нет? Тут Зина сидит, тут сам Вэл, тут сама Надя. Конечно, Татьяне Васильевне неудобно было это сказать. Но она и сказала, нет, всё, меня ништяк, всё устает. Ну, раз ещё тем более зрители говорят о том, что Надя, чухай домой, то Татьяна Васильевна, сто процентов действуя методом от противного, заставляет Надю сидеть вот тут вот на привязи рядом с нею. Вот пусть Надя сейчас послушает, как баба Таня вообще в принципе к ней относится. Зина быстренько, конечно, сам Вэлла увидела и такая хоп-хоп-хоп её по руке. И шепчет, ваш сынок здесь, а та, кто, где, почему, ой, сыночек, да, рассказывает. Зина меня пригласила купаться, и она мне так помогла, она меня помыла. Ну, конечно, себя мыть, это ж не посылки рвать зубами, правильно, да, баба Таня? И не верёвочки на золоте перегрызать. Зина, говорит, меня вымыла та же между пальчиками. Боже мой, мороз по коже. Страшно представить, где она её ещё отмывала. Что удивляться? Удивляться здесь в принципе нечему. Вот после того, как Зина стирала из подня, когда у ТВшки была диарея, хотя стиралка есть, то здесь уже разговоры, вот то, что она ей там вымывала между пальчиками, они вообще излишние. Даже дети Эдика ей ноги мыли, волосёнки расчёсывали. В общем, жуть-жуть чаще. Ой, не дай бог. Купил сам Вэл продукты Зине, догавкали зрители, вынудили так, что надо бы что-то купить. А с каким негативом, злостью, ненавистью он швырял вот эти вот продукты? Я не знаю, как Зина будет вот это всё есть, вот если посмотреть, да, как это всё покупалось. Понятно, что негатив был направлен на зрителей, но всё равно вот эти вот продукты брались вот с этим вот, с такими мыслями, тоже, знаете ли, не фонтан. Ну, Татьяна Васильевна говорит, я не против, бери, бери, Зина, бери, вот сам Вэл тебе покупает продукты, бери, даже не раздумывай. Прям настойчиво так просила. Ну, естественно, она знает, что стоит ей посмотреть, что там сам Вэл накидал в тележку для Зины. Начнёт она просить эти продукты, и Зина будет их таскать ей. А вот Надя, кстати, по поводу мытья, не пошла, не пошла грязнуля. Лень ей спускаться и подниматься по лестнице. Понятно, что тяжело. Всё это понятно. Ну, вот если она так и будет сидеть, вот это, как гриб, но она же никогда не похудеет, ибо она совершенно не двигается, она не хочет этого делать. Тяжело, конечно, тяжело такую массу таскать. А как вы собираетесь её скинуть? Одной диетой? Не получится. В одной и той же туники ходит. Ну, вот ладно, я понимаю, что, возможно, она все свои вещи отправила с посылками, но неужели нельзя было захватить с собой хотя бы вот вещи на смену? Ну, как вот в такой жаре одну и ту же напяливать уже который день подряд. Ну, как так? Ну, ведь необходимо же переодеваться по-любому. Вот какая-то женщина тоже, знаете, правда, пишет про Зину. Странная женщина, странная, схожая с птицей раненой, грустная крылья, сложившая радость полёта, забывшая. Кто для тебя сам был? Надя, хочется спросить. Кто? Опять будет насчёт этого, насчёт этой темы и будут разговоры у них. Привёз он Зине продукты, много набрал и возмущается на зрителей, что они там опять-таки ему вот это советуют. Так, в принципе, по идее, что возмущаться? Все прекрасно понимают. Три видео он снял с Зиной. Ну и за одно видео из того, что он получил, за это видео, купил Зине продукты. В принципе, Зина сама же их себе и заработала. Ну плюс ещё за два видео, где Зина мелькнула, заработал и сам был. Вот мне интересно, вот им золото вот эти вот Дима с Катей дарили. Зрители присылали подарки. Но никто так себя не выпячивал, как сам был, когда кому-то что-то там сделать. Вот обязательно ему надо вот показать это на камеру, ещё плюс дождаться вот этой вот благодарности. Не говорю, что всегда, но в большинстве случаев будет, конечно, мотивировать тем, что, а если бы я не показал, вы бы говорили, что я не помогаю. Ну ты же говоришь, что тебе плевать на то, что зрители думают и что они там считают. Ну тогда кому ты что доказываешь? Делай добро, чтобы твоя левая рука не знала, что делать правой, и будет тебе счастье. Так, приезжает Самвел, значит, к подъезду, ба, картина маслом. Сидят на скамеечке возле дома, разговаривают Надя и ТВ-шка. Подходит к ним женщина и начинает благодарить Самвела за помощь. Я такая-то, такая-то, вы тут помогли нам обустроиться, и все такое. Вот, Надя, учитесь, как быть благодарной, а не навязчивой. Вот вам классический пример, как надо это сделать. Ой, Татьяна Васильевна прорвало, как начала она орать, как потерпевшая. И шо они моются, и не надо выдумывать, шо они грязные, вонючие. И шо Надя ей совсем-совсем не мешает. И шо жить она будет у нее столько, сколько скажет Татьяна Васильевна. Надю, конечно, ну никто вообще не спрашивает, чего она хочет. Хочет она здесь жить, или хочет она уже домой отправиться. Вообще, пофигу. Итак, из-за чего Надя взбеленилась? Встала в третью позицию, потому как понимает, что единственный путь к сердцу Самвела, который лежит через желудок, Зина перебегает своими супами. Вот как ей это простить Зине? Категорически отказывается появляться на кухне. Надя, ну, если вы не будете еще и на кухне появляться, как Самвел вам сказал, те, кто не хочет сниматься на видео, вон бог, вон порох. Чеши отсюда тогда. Сразу вот так вот, встала и вышла, как Киркора, да? Встала и вышла, чтоб я тебя здесь не видел. Так что, если не будешь делать этих элементарных вещей, тогда вообще забудь сюда дорогу. Заявляет вот Кнак, что к кухне все, категорически она больше не подходит. Я вот хочу спросить у нее, она Самвела и Татьяну Васильевну хотела наказать или наградить? Ой, Самвел говорил, что таким противным он дедом будет, будет сидеть возле подъезда, устраивать скандалы, всех обзывать, материть. Уже. Не надо даже ему и ждать, пока он состарится. Он уже драконит Надю. Вот этими комментариями своей зрительницы. Значит, пишет ему эта зрительница, Надя, вернее, пишет через Самвела, что второй ответ Нади снова подтверждает ту самую мысль, что с Надей что-то не то. И у нее какие-то отношения, вот чувства к Самвелу отнюдь не материнские, не дружеские. Потому как Надя сказала, что она в постели у Самвела, потому что ей это уже не надо. Понимаете? Не потому, что Самвел против, а Наде уже это не надо. Обалдеть! Опять за рыбу деньги. Вот по написанию вот этих вот записюлик, честно говоря, постели очень похожи на Маринку. И вот ей вот, знаете, святое дело Маринке подкуснуть все-таки Надю. Мне кажется, это она пишет. Надя, конечно, человек интересный. Вот полутонов она не понимает. Ее пригласили. Она приехала и сидит. Сидит и упорно ждет, пока ее не попросят отвалить обратно. Сама она, конечно, до этого не догадается. В конце видео Самвел показывает, что он забирает пять посылок, которые вот они отправились с Коломы. Ура! Мамкины памперсы наконец-то приехали. Ну и среди всего прочего, я так понимаю, что и Надина сумка. Ну что? До свидания, мой ласковый мишка. Возвращайся в свой сказочный лес. Надеюсь, Надя заберет свои шмотки и все-таки отчалит. На этом я свой обзор буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok